Всем привет! Меня зовут Маша, я редактор соц.портала. С вами рубрика «Куда пойти в Киев?». Сегодня мы не совсем в Киеве, сегодня мы в Конча-Заспе. И прямо по курсу детский оздоровительный лагерь Сокол. Здесь замечательные места, но попозже я расскажу вам, зачем мы сюда на самом деле приехали. Не переключайтесь! Оказалось, мы свернули немного не туда. Это не детский лагерь Сокол, а пансионат Сокол. А для того, чтобы попасть в детский лагерь, нам нужно пройти немного дальше. Вот по этому маршруту. Можно, конечно, идти вдоль дороги, но я думаю, что в такую жару лучше пойти по зелёной тропинке. Пока я иду, расскажу вам о том, почему, собственно, я сейчас иду в этот детский лагерь Сокол. Есть две причины. Первая. Соцпортал сейчас проводит проект под названием «Недоступная забота государству». В рамках проекта мы интересуемся, есть ли возможность сейчас у детей Киева отдыхать бесплатно в ведомственных или муниципальных детских лагерях. Собственно, в Конче-Заспе есть два таких, которые находятся на балансе предприятий или на балансе города. И мы хотим узнать, в каком они состоянии. Это первое. Второе. К сожалению, во время карантина детские лагеря работать не могут. Вот об этом заявила городская киевская власть. Ну, а мы посмотрим, собственно, работают они сейчас или нет. Сейчас мы проходим с этой стороны территория санатория Сокол. Охранник мне сказал, что лагерь не работает. Вот шла, шла, шла. Я огромный муравейник нашла. Я не знаю, построили ли они муравейник вокруг этой банки, которая торчит там, или банку туда кто-то запихнул, но это реально очень большой муравейник. Я впервые такое вижу. Прям какой-то муравьиный мегаполис. Иду к охраннику по территории детского лагеря. Как видим, он действительно не работает. Вот такое вот интересное здание. Сейчас меня, наверное, отсюда выдадят. Ну, мы посмотрим. Итак, я так понимаю, что вот эта территория за забором, это детский лагерь. Да, действительно, вот здоровчий Таберсокел написано. Вот такая вот у них табличка. И действительно лагерь закрыт. Вот, собственно, территория. Я думаю, что мы можем пройтись вдоль этой территории и посмотреть, как здесь всё устроено. Здесь, ну, действительно красивая природа. Видно, что много возможностей для спорта. Но нельзя сказать, что он очень уж ухоженный. Там какой-то мужчина в плавках. Не знаю, может быть, это из инвентации кто-то. Ну, вот мы сейчас идём просто по дорожке. Не знаю, куда. Вот здесь какая-то стройка. И, ну, здесь как бы напоминает, что мы на территории лагеря. Вот этот вот забор, видимо, отделяет на основную территорию лагеря. И сейчас там уже происходят какие-то строительные работы. На территории лагеря есть вот такое красивое заброшенное здание. Не знаю, что это, но выглядит красиво. Я попробую подойти с другой стороны. Вот это красивое здание, которое я увидела. Оно как-то за каким-то забором вообще здесь всё довольно-таки заросло. Вот как-то так. Вон там ещё одно здание. Не знаю, на самом деле работает ли этот лагерь. Вот тут, наверное, административное здание. Оно кажется, что это столовое. Но оно кажется, что более или менее современное. Но, в самом деле, здесь довольно жутко. Вот прямо здесь и сейчас. Вот там какая-то дорожка. Я сейчас попробую по ней пойти. И уже буду закругляться. Видите, очевидно, что здесь нет детей. Это плюс. Но здесь есть какая-то стройка. Если бы здесь были дети, то доступа к воде, которая вот там как раз, где осушают берег, у него не было. Ну вот как бы я иду к этому зданию. И вот какое-то здание. Но оно явно не жилое. Хоть там и есть явное электричество. Но разбиты окна. И как-то так вот это выглядит. Я только что испугалась, что здесь какая-то изменяя. Хотя, возможно, я просто таким образом вышла за территорию лагеря. Это какая-то кусок территории лагеря, которая вот сейчас вот закрыта. А вот это вот лагерь. То есть это заброшка. Это не лагерь. Лагерь вот. Вот как бы замок большой. Вот так вот выглядит лагерь сейчас во время карантина. То есть он, нельзя сказать, что только что там открыта дверь. Похоже, что вот это как раз административное здание есть. Но я туда никак не попаду. В общем, вот такой вот лагерь «Сокол» в государственном предприятии «Антонов». Получилось какое-то никуда пойти в Киеве, а Маша из-за брошки. Может, мне стоит начать новую рубрику? Ну, как бы, на самом деле здесь хорошие места. Но непонятная стройка. Ну и, конечно же, сам лагерь закрыт на время карантина. Ну и тут, собственно, не поотдыхаешь. Потому что тут так, как-то, ну, не совсем уютно, что ли. Посмотрим, что дальше. Не переключайтесь. Я прошла совсем недалеко и вот увидела вот такое вот место. Я не знаю, это тоже похоже на детский лагерь. Ярким тренажером. Но здесь вроде все получше, чем у «Сокола». Не знаю, может, это подразделение «Сокола». Тоже здесь никого нет. Может, это тот второй лагерь, о котором мне говорил охранник. Но он не помнит, какой он называется, поэтому я узнаю об этом позже. Вот такие тут интересные места. Я даже не знаю, что это такое. Заброшенная сторожка. А дальше высокий забор, за которым, наверное, кто-то живет. Наверное, территория очередной базы. В принципе, это нам не особо интересно. До нашей цели еще идти около километра. Но вот такое вот интересное, такое интересное место. Честно говоря, немного жутковато. Похоже, что здесь когда-то был киоск со всякой ерундой. Может быть, действительно, это база или лагерь. Не знаю, что здесь находится, но здесь явно все заброшено. Вот там какой-то дом вдалеке. По левую сторону у нас современный забор, камеры. Не знаю, что там может быть. Тоже база. Но здесь окна, кстати, вроде целые. Но территория, конечно, просто автунг запущенная или не целая. Ну, в общем, как-то так это выглядит. Ну, и на контрасте. Вот тоже некое неизвестное сооружение. Я хочу вернуться к трассе, потому что я зашла, похоже, куда-то не туда. Да, ну вот, тут даже собачья будка есть. Надеюсь, нет собаки. Можно было бы еще зайти сюда. База отдыха ДПР. Тоже, вероятно, что это государственное, судя по ДПР. Горжавное предприемство. Но у нас цель детские лагеря, поэтому я пройду дальше. Я подъехала на маршрутке до пятихаток. И сейчас направляюсь вперед в поисках детского оздоровительного лагеря Каштан. Карта мне показывает, что мне нужно идти прямо. Но вот тут вот позади вот так вот красивенько. Что-то здесь явно не Каштан. Каштан, наверное, впереди. Попробуем найти. А вот и Каштан. Детский оздоровительный лагерь. НТК имени Патона, Нан Украина. Здесь вроде все как-то получше, чем в Соколе, надо сказать. Более ухоженное все, ну, по крайней мере, в начале территории. Здесь также закрыто. Большой амварный замок. Нет никого, но здесь довольно мило. То есть вот так это выглядит. Тут, конечно, какая-то свалка, но в целом вот видонагляд вот эти объекты дохоронами. Вот снова какая-то база Дозвилля. Она, наверное, взрослая, потому что там есть люди. Здесь все подстрижено и красиво. А нам туда, на очередной лагерь. Он будет последний нашей сегодняшней прогулки. Это оздоровительный лагерь Днепр. Днепров. Вот, собственно, мы туда идем. По левую сторону от нас каштан, который мы видели с зарослями. Мы идем в Днепр. Вот наш каштан. Какой-то черный вход. Там действительно никого нет. И в целом это довольно-таки, ну, хорошее место. Кто-то сделал себе халабуду. Лагеря закрыты, но дети находят выход из ситуации. Вообще, дети тут, похоже, действительно есть. Судя по рисуночкам, они довольно свежие. Дождь еще не успел их смыть. Похоже, я подхожу как раз к битячему табору Днепро. Вот это вот, скажем так, пыль этого лагеря. Видимо, пропускной пункт, к которому мы сейчас с другой стороны подойдем. Но он также не работает, явно не работает. Он не заброшен. Я вижу хорошо отремонтированные лавочки, обеленные дома. Лагерь не заброшен. Лагерь в хорошем состоянии. Не будем судить по забору. Но лагерь сейчас не работает. Постараемся подойти поближе. Собственно, вот лагерь Днепро. Который тоже в хорошем состоянии. Все отремонтировано, по крайней мере, с фасада. Он явно не работает. Пока шла, я видела разные спортивные принадлежности для детей. Вон там какой-то мишка олимпийский или мышка. Вот так вот это выглядит. Здесь даже нет охранника. И тоже большой бомбарный замок. Вот, собственно, и все. Сегодня я обошла три детских лагеря. И похода у несколько. Баз отдыха в Конче-Заспе. Все детские лагеря действительно закрыты. Из них, по-моему, вот каштан. В самом лучшем состоянии. Он самый отремонтированный. Днепр тоже хорошо выглядит. Ну, а сокол самый запущенный. Стоит ли сюда идти? В эту местность стоит ли идти гулять? Ну, наверняка надо просто знать, где, куда ты хочешь пойти. А что касается детских лагерей, то вы сами все увидели. Увидимся в следующих выпусках.